У вас были попытки побочить с собой? Нет. Сценическая площадка, клетка пять актеров и полтора года жизни барнаульской девушки в американской тюрьме. История Марии Бутиной прогремела летом 2018-го, когда ее арестовали по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Вернувшись на родину, Мария написала книгу-тюремный дневник. Материалом для письма в заключении послужило все возможное. Была и туалетная бумага, обрывки материалов моего уголовного дела. Везде, где у меня была возможность, я писала. Потом, когда вернулась, я даже не знала, что вернусь, но, слава богу, моя страна меня не бросила, и я снова здесь. Я просто взяла эти заметки, записи, многие из которых были определенным образом зашифрованы, чтобы их не прочитала ФБР. И из них, восстановив, сформировала уже книгу. Всего по итогу у меня было около 1200 страниц дневника. Книгу в 500 страниц прочитал Роман Залиев. Сотрудник Центра учебно-воспитательной работы в СИН России и режиссер театра на Бутырке. Кстати, это единственный театр, который располагается на территории самой крупной московской тюрьмы. Романа тронула эта история. Смыслов очень много. Книга очень объемная, масштабная. Там огромное количество, спектр чувств различных. И было тяжело собрать это все в единой условной художественной клетке, где проживает жизнь, год из жизни, даже чуть больше, героиня. Преодолевая себя, ломая себя, испытывая себя и побеждая себя, чтобы вернуться на Роман. Чтобы добиться этого эффекта, были созданы декорации для работы на разных площадках. Аудио и видеоэффекты. Интересный факт. Одна из актрис сыграла семь ролей. Семь историй заключенных из разных стран. Я жду какого-то глотка патриотического воздействия. Потому что что такое этот человек? Конечно же, она очень много пережила, очень много в своей жизни испытала, все это преодолела. Сейчас я, наверное, знаю более детально, что сила воли, которая есть в человеке, она всегда делает свое дело. Спектакль показывали 25 раз. И впервые в Барнауле. Дата премьеры символичная. Именно в тот день, 4 года назад, Мария вернулась на родину. Каждый раз, когда я смотрю этот спектакль, я никогда не устаю, а задевает до глубины души. Кстати, сейчас идет подготовка к съемкам сериала, на который уже выделено финансирование. Из сложностей декорации нужно сделать американскую тюрьму в России. Снимать сериал планируют по всей стране, в том числе в Барнауле. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.